Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Там весьма даже, как сказать, это отдельная штука, которую я, возможно, еще расскажу сегодня, если успею. Темы эти тоже разрастаются, поэтому надо мне немножко пропустить вот этот вот весь кусок, который можно потыкать самостоятельно относительно метаклассов. Вот. Приведу все-таки вот эту цитату, которую... Она растиражирована, есть везде в интернете, если вы будете искать Python метаклассы, но вместо методички по тому, как использовать метаклассы в Python, вы увидите вот эту цитату из Тима Петерса. А Тим Петерс, на секундочку, это тот самый чувак, который изобрел Тимсорт. Это сейчас во всех библиотеках дефолтный алгоритм сортировки. Изобрел он специально для Python. Вот. Тимсорт это такой микс между пирамидальной сортировкой и какой-то простой сортировкой, типа пузыря или выбора. Кажется, сортировка выбором для маленьких отрезков и пирамидальной для больших, ну, в смысле, для отсортированных больших. Вот. И вообще Тим Петерс, он же автор, по-моему, этот самый Python, да, вот, ну, в общем, продвинутый чувак. И он говорит буквально следующее, что вообще-то метаклассы это черная магия, ну, или глубокая магия, да, и большая часть людям она не нужна. Если вы хотите узнать, нужны ли вам метаклассы или не нужны, значит, они вам не нужны. Потому что те люди, которым они нужны, они заранее знают, что они им нужны. Вот. Мы сегодня попытаемся его немножко опровергнуть, но одна вещь, в которой, да, это все всякие статьи на эту тему. Ну, я их даже тыкать в них не буду. Вот. Значит, хотя в одном, разумеется, Тим прав. Значит, смотрите, что у нас по жизни и так может порождать класс. То есть у нас уже есть несколько способов сконструировать, вернее так, сделать некий класс нужными нам свойствами. Значит, первый, естественный, это просто взять и написать оператор, ну, класс, да, нулевой, тут он отсутствует. Первый можно взять, написать функцию, а функция вернет класс, там внутри она будет его создавать, ну, не знаю чем. Например, допустим, тоже там будет оператор класс, самый обычный. Можно класс задекорировать. Вот. Мы помним, что это, ну, как бы декоратор очень плашная штука, что ему передал, то он и жует. Вот. И там внутри, опять-таки, породить любым доступным способом новый класс с измененными свойствами. Вот. Естественно, в данном случае мы не смотрим на monkey patch, потому что monkey patch ничего не порождает, он подсовывает поля в класс прямо непосредственно. Хотя, может быть, и так. В конце концов, мы можем поступить еще проще. Вот нам нужен класс с определенными свойствами. Мы ищем среди библиотеки класс с похожими свойствами, и дальше просто от него наследуемся, допиливаем, обмазываем соответствующие методы и поля, и получается все. Вот. Так что мы просто берем и, значит, создаем, как бы, пользуемся наследованием для порождения класса с нужными нас свойствами. Зачем нам вводить такую штуку, которая называется конструктор классов? Метакласс – это такая штука, которая конструирует класс. Класс – это такая штука, которая конструирует объект, а метакласс – это такая штука, которая конструирует класс. Вот между ними какие связи. Зачем нам вообще придумывать конструктор класса? Самый правильный ответ – незачем. Хотя мы, как увидим сегодня, в некоторых случаях метаклассы гораздо удобнее использовать, чем что бы то ни было. Еще один ответ. Чтобы закрыть дурную бесклонечность, у нас есть объект, он конструируется классом. А кто конструирует класс? Мы должны на это ответить. Метакласс. А кто конструирует метакласс? Знаете правильный ответ? Метакласс. Все, дурная бесконечность закрыта. Но это ответ на вопрос незачем, не о цели. А почему? Почему нужны метаклассы? Чтобы обеспечить механизм. А зачем они нужны? И единственное, что мне пришло в голову, нигде я это не вычитал, так что считайте, что мои фантазии. Представьте себе, что у нас есть самый естественный способ получения нового класса – это его унаследование от предыдущего. У нас есть родительский класс с какими-то методами, мы наследуем от него наш новый класс и в него дописываем то, чего нам нужно. Приходит человек, а может быть не человек, а может быть команда разработчиков, робот, неважно кто. Смотрит какой-нибудь МРО от нашего класса и видит, что он унаследован от того-то, от того-то и того-то. Там есть такие-то методы. В родительских классах они были другие. А еще там какие-то внутренние есть методы, которые обеспечивают логику работы, все это безобразие. В общем, некоторую иерархию видят. Если в нашу задачу входит не то, чтобы скрыть, в питоне скрыть нельзя ничего, но избавить нашего пользователя от чтения всей этой иерархии, всего этого дерева класса, с унаследованными свойствами, то таким способом мы это сделать не можем. Если мы просто унаследовали один класс от дерева других, то все вот это дерево, будет МРО, вот это все. Но если у нас есть конструктор класса, который при его изготовлении сам туда набрасывает все нужные свойства, то когда у нас получится этот экземпляр, он будет голенький, он как бы ни от кого не унаследовался. Его таким причудливым уже создали. Туда уже напихали каких-то методов, которых, в общем, в класс двоеточие пас не бывает. Туда уже напихали каких-то функциональностей, и никакая из этих функциональностей не светится в МРО. И даже более того, мы берем два класса, созданных одним и тем же метаклассом, они работают очень похоже, в них есть похожие методы, но они не являются родственниками, у них нет общего предка. Потому что вместо того, чтобы унаследоваться, мы их прям руками создали. В общем, есть несколько механизмов. Наверное, вот эту штуку надо перенести было в конец нашего разговора, потому что вы сейчас слушаете меня и не понимаете вообще, о чем идет речь. Ну да ладно. Значит, итак, как создавать классы? Давайте уж все-таки займемся ручным трудом, как мы обычно это делаем на лекции. Значит, вот мы можем создать класс вот так, а можем создать класс с помощью функции type. Функция type. Мы раньше ее использовали для того, чтобы определять тип, и у нее был побочный эффект, что вот то, что она определяет, это и есть тот самый тип. Ну, помните. На самом деле, у нее гораздо больше свойств функции type, потому что она не функция, а такой мощный инструмент. И, например, если вы говорите type, здесь должно быть имя класса, ну, допустим, c, да, здесь у нас список родителей, пускай пустой, а здесь у нас словарь чего? Атрибутов, ну, то есть методов и полей. Ну, допустим, поле а равно 100500, а поле, допустим, а метод fun, метод fun. Ну, тут придется лямбду написать, он же метод. Руками создали класс с, смотрите. Прямо такой же, как если бы мы его создали с помощью класса. Вот. И в нем у нас есть вот эти два поля, и они прям-таки работают. Ну, короче говоря, вот фактически мы вывертили наизнанку всю вот эту синтаксическую красотень, которая используется, когда мы говорим класс, c, двоеточие, тра-ля-ля. Вот, оказывается, это можно сделать вызовом одной функции. Можно его инстанциировать. Короче, вот ровно то, что мы пишем в операторе класс, можно сделать с помощью функции type. Еще раз, имя, список родителей, в которых будет ходить мро потом. И то, что мы, собственно, пространство имен нашего класса. Все. Вот такая вот простейшая конструкция. Ну, вот я прям тут так и сделал. Вот. Можно даже, ну, понятно, тут вон сел вал был, ну, вы меня поняли. Смысл в том, что type, это класс такой, он даже не функция, видите, да? Это класс такой. А что можно сделать с классами? От них можно унаследоваться. Давайте посмотрим шпаргалку. И нет. Да? Давайте попробуем, значит, класс. О-тайп от type. Ну, раз type это класс такой, он даже не функция, он класс. Вот. Ну, вот тут мне как раз спрашивают, может ли функциональность, которую обеспечивают мета-классы, быть полностью заменена наследованием, сокрытием, ну, в смысле, с переименованием полей? Ну, как вы сейчас увидите, не может. Вот. То есть, не так. Все на свете можно написать с помощью условного оператора, оператора цикла, оператора присваивания, да? Вот. Но не все удобно писать таким способом. Вот. Значит, класс овертайп. Ну, давайте посмотрим, значит, переопределим init. Что у нас тут? Три параметра, понятное дело. Те самые три параметра, которые мы передаем этому type, да? Значит, ну, self, разумеется. Первый параметр имя. Второй параметр родители. Давайте только соблюдать феншуй и не начинать с большой буквы то, что должно начинаться с маленькой буквы. И третий параметр — это namespace. Да? Поля, атрибуты. Ну, давайте покороче напишем. Атрис. Атрибуты. Вот. Что мы сделаем? Да просто задампим, как обычно. Как обычно мы это делаем. Значит, просто выведем на экранчик вот эту вот фигню. А дальше просто, скажем, супер, init. Ну, короче говоря, типичное, типичное наше с вами обращение при наследовании. Да? Мы просто унаследовались. У нас будет класс Otype. Вот он, кстати, должен быть с большой буквы. Давайте его напишем с большой буквы. Класс Otype унаследованный от класса type. Да? И мы перебили этому классу init. Мы знаем, что у type три параметра. Вот они. Да? Первый, второй. Первый, второй и третий. Да. Ну, хорошо. Ладно. Давайте, значит, уже. Да? Что мы теперь делаем? Давайте мы создадим этот класс C, который мы раньше создавали, вот так. Не с помощью type, а с помощью Otype. Вот она. Наш init сработал. Понятное дело. Вот это был init от этого класса. Да? Ну, и, собственно, в остальном-то все то же самое. init ничего не возвращает? Как происходит что? init ничего не возвращает. Он возвращает known. Задайте вопрос по-другому. Хорошо. Вот мы пишем C равно Otype, и у нас срабатывает init. А потом C оказывается не Otype, а main точка C. Потому что так устроен type. Когда вы говорите C равняется type, происходит то же самое. C является конструктором класса. Вот это будет класс и C, да? Это магический. Нет, конечно. C это экземпляр класса. Знаете, какого? Otype. Что вас удивляет? Вы создали экземпляр вот этого класса. Смотрите. Вы пишете. C является экземпляром класса type. C, где тут? Является экземпляром класса Otype. Да, действительно. А его значение это вот этот класс? А экземпляр класса C является экземпляром класса C. В чем проблема? Да? Это мета-класса. Да, речь именно об этом. Да. Ну так вот. Значит, так что все... Нет, нет, никакой магии. Все очень четко. Мы ввели еще один уровень косвенности. Вот и все. Вот. Ну, собственно, можно просто по-другому теперь это сделать. Написать класс C, класс C, а здесь написать, что у него мета-класс, мета-класс, равен вот этому самому овертайпу. Вот type. Вот, вот оно случилось. Мы уже говорили, я, правда, это не показывал, что вот эта конструкция и вот эта конструкция, где она тут? Ну, короче, они эквивалентные. Вот. Ну, вот эта конструкция и вот эта конструкция эквивалентная, да, там мы еще вводили какие-то поля дополнительные. А здесь просто вот так. Только нет. На МЦ должно быть. С, нет родителей, нет пространства и мед. Вот. Что так? Что так? Одно и то же. Ну вот. Значит, мета-класс. Вот мы с ним в первый раз столкнулись. Извините, а вот тоже момент. Мы когда пишем класс C и в скобках мета-класс, у нас вызывается тот же самый init, да? Нет, у нас вызывается вот это. Нет, какой той же самый init? У нас же init вызывается, у нас что-то выводится, да? Нет у нас вызывается, когда мы создаем экземпляр класса. Да. И? Когда остается экземпляр класса, вызывается init. Да, вот. И у нас там три аргумента. Да, у нас три параметра. Так. Вопрос в чем? А мы их выводим и параметры, правильно? Правильно. Да, вот. А там что выводится? Там же не три параметра выводится, да? Как не три? Да вообще-то четыре их. Вот все четыре и выводятся. Раз, два, три, четыре. Что не так-то? А пустые скобочки это что? Это пустой, этот самый тюпль из нуля родителей. Слушайте, давайте не тупить, мы по кругу ходим. Вот. Да? Значит, в том смысле, что мы это уже говорили дважды, а может быть и трижды. Вот. Значит, ну, собственно, все, да, казалось бы. Но вопрос, что делать дальше? А дальше, конечно же, можно же вспомнить, что у нас еще есть метод НИЮ, про который мы еще не говорили, который отвечает за создание экземпляра класса. И НИТ отвечает за наполнение экземпляра класса, а нее отвечает за создание. Вот. Давайте мы вот, я даже не знаю, копипастить это или написать. Давайте попробуем написать, потому что это все-таки важно. Значит, вот из шпаргалки. Значит, четыре метода мы можем набить в наш мета-класс, которые будут влиять на последующую работу созданных с его помощью классов. Значит, первый метод мы уже придумали, это, вот, это ИНИТ. Да? Значит, второй метод, это класс метод при ПЭ. Вот. При ПЭ – это штука, которая будет забивать, создавать пространство имен класса сама. Мы его можем передать, вот, в качестве пространства имен, можем передать его здесь, вот, в параметре. Да? А можем его автоматом там вот внутри сделать. Да? Вот, значит, у нее параметр self, name, базовые классы и дополнительные какие-то, дополнительные какие-то управляющие слова, которых в обычном случае в ИНИТе нет. Да? Что? Сейчас мы все попробуем пальцами, потому что это надо видеть, а пытаться это описать словами довольно тяжело. Вот у нас, значит, это класс метод. Это значит, что вот сюда приедет, собственно, O-type, вот в это место. Не экземпляр нашего класса, а сам O-type. Вот сюда приедет, он класс метод или static метод? Он класс метод. Вот, вот сюда приедет имя классов, сюда переедут, ну, короче, вот эти, вот сюда приедут эти самые, сюда приедут родители, а вот сюда приедут какие-то дополнительные параметры, вот, вот, вот такого сорта, да? Вот здесь вот мы где-то написали, сейчас покажу, в упор не вижу. Во, метакласс равно type. Вот если мы сюда еще что-нибудь напишем, какие-то дополнительные параметры, они приедут вот-вот к ВДЖ. Вот, ну, что мы делаем? Как обычно, печатаем, выводим все это нафиг на экран. Вот, да, значит, давайте мы только здесь напишем, что это был init. Здесь это был init, а не то, что вы сейчас видите, не читайте это вслух. Вот, здесь был, соответственно, при P. Всю вот эту байду. Вот, значит, ой. И еще один метод, в котором есть какая-то магия, мне не до конца понятная, это метод new. Не до конца понятная магия состоит в том, что вы можете писать вот это ключевое слово static method, а можете не писать, работать будет одинаково. По всей видимости, где-то есть костылек небольшой, который, видя, что вы определяете метод new, его по умолчанию сразу делают static method. Не знаю, зачем так, что это за непонятное решение, но вот оно было принято. У него абсолютно такие же параметры, потому что он срабатывает тогда же. Да, значит, поскольку он static method, ему явно надо всегда передавать этот самый метакласс в качестве класса. Вот. А, нет, я забыл супер сказать. Супер, припе, пари, да, с теми же параметрами, естественно, где там у нас был припе, припе, name, buzz, kvds, да. Ну, метакласс, естественно, передавать не надо, потому что он передастся, благо, это метод вот. А вот в new, вернее, в new его надо передавать. Вот такая вот, такая вот заковыка. Не знаю, почему так, как так случилось, вот, но надо. Вот. Обратите внимание, что в new приезжает, помимо всего прочего, еще и namespace, вот эти вот actors, да, вот это вот приезжает тоже. Ну, мы это сейчас все увидим. Так пошла эволюция. Да, да, я могу не писать, смотрите, я могу вообще это не писать, но туда все равно приедет метакласс. Поэтому я лучше напишу, хотя бы, чтобы вы понимали, что это. Ну, в общем, это некоторые, 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 если кто-то может эту загадку разрешить, вот, рассказать, да, спасибо, кто-то эту загадку может разрешить, сказать, почему это именно так работает, а не, ну, как бы, что это не генетика, а какая-то логика, расскажите мне. Ну, понятно, что у new должны быть все параметры на руках, в том числе метакласс, да, но почему вот он вот такой? Ну, вот так вот он работает. Смотрите, еще раз, просто к нему такие параметры, да, вы можете, имеете право, статик методу, передавать какие хотите параметры, в том числе и метакласс, почему нет. Затем, чтобы его явно передавать, чтобы, когда вы говорите new, да, вы могли туда, в этом new передать, какой хотите метакласс. Так-то он приедет только свой. То есть это некоторая гибкость. Но выглядит это, конечно, ну так, ну так, да, вот, начинаешь думать, может быть, Тим Петерс был прав, и нам этого всего не нужно. Вот. Что у нас осталось? Остался еще метод call. Знаете, что такое метод call? Это когда вы ставите скобочки вокруг своего класса и вызываете его. А что бывает, когда вы вызываете класс? Инстенсация, да. Ну вот этот самый тоже можно перегрузить. Так, а давайте мы скрипипастим его, потому что я чувствую, время на это уходит много. Вот. Номеспейс. Неймспейс. Сейчас, давайте мы его, мы его переименуем в actors, потому что мы раньше его называли actors. Да? Это вот, сейчас покажу, что это. Это те самые, тот самый словарик, тот самый словарик, в котором написано, какие у тебя должны быть поля, где он тут? Вот. Какие у тебя должны быть поля, вот. И эти самые методы, которые передает им пользователь. Да? Пользователь передает вот такой словарик. Вы сами в метаклассе предусматриваете метод припея, который автоматически заполняет еще дальше таки этот словарик. Вот. Ну, в общем, вот. Наверное, припея вызывает супер-минутер. А мы сейчас все увидим. Так, чего я не сделал? Да вроде все нормально. Или это вы... Вот. Мне кажется, что я все правильно сделал. Я бы мог скопипастить, но кода много, его лучше написать при вас. Ну вот. Давайте попробуем теперь что-нибудь такое соорудить. Соорудить. Класс С. Дай бог я не ошибся. Метакласс у него... Я сказал класс. У него, собственно, наш O-type. И давайте какую-нибудь хрень перебавим. Вот. Ладно. Неправильно. Пора. Чтобы понять... А, пас. Так. Invalid keyword for print. Потому что надо было здесь вот в принте везде убрать... Везде убрать вот это. Да? А то print решил, что это его собственный кейворд. А у print такого кейворда нету. Так. Пробуем еще раз. Must return in mapping... Так. Там, значит... Это вы говорили, что в prepare нужно сказать return, да? Значит так. Prepare return, new return, init return, call return. Короче, все return. Return. Да? В init только можно return не возвращать, но пускай будет. Тут тоже return. Это понятно. Он же создает объект, что же я туплю-то. New создает объект. А вот здесь можно было в init и можно не писать return. Ну давайте тоже напишем, он новым все равно возвратит. Но хуже не будет, да. Чего? Мы запутаемся. Да, 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 да. Иначе мы запутаемся. Вот. Да что ты будешь делать? А что я сделал не так? Смотрите, prepare отработал с параметром ку-ку. New отработал. А, господи! Зачем мы эти параметры дальше-то передаем? Сейчас. Давайте в шваргалку смотреть. Не надо их сюда передавать. Откуда он знает про ку-ку? Откуда? Откуда type знает про ку-ку? Ничего он не знает про ку-ку. Не здесь, не здесь. Вот. Короче. Да? Значит, давайте убираем. Вот здесь не нужны параметры дополнительные. И мне кажется, там наверху тоже не нужны. Сейчас, давайте попробуем. Вот. Да что ты будешь делать? Что еще не так? Вы нити прилетел парам? С какой стати? Так. Во-первых, тут вот. Вот так вот, да. Потому что он тоже туда прилетает парам. Он же и не тоже может это обрабатывать. Все правильно. А мы с вами забыли. Во. Как бы достигли своего наконец-то. Итак, что произошло? Сначала был вызван припе. Припе был вызван для того, чтобы обработать, в действительности обработать вот эту штуку. Больше ни для чего. Проделать какие-то действия в зависимости от этого парама. Не-не-не, не надо. Вот это не надо передавать в супер. Где он тут? Вот это не надо передавать в супер. Ни в коем случае. Супер ничего не знает про параметр. Парам равняет скуку. Да? Метод объект. Type наш, ничего не знает про это. Это мы специально придумали, что есть такой параметр, который мы здесь где-то обработаем. Не надо его туда передавать. Ну, то есть у конструктора Type нету никаких других позиционных, именных параметров. Вот. Это наши параметры. Парам ку-ку. Вот. Короче говоря, сходили мы сначала в припе. Потом наша задача создать экземпляр класса 0Type. И поэтому мы зашли в new. New – это штука, которая создает экземпляр класса лично. Вот ей передались вот такие параметры. Дернули мы этот супер. Потом… Нет, new вызывается в процессе. У нас нет свидетельства. New вызывается после припе. У нас нет свидетельства. Как это? После этого не есть вследствие этого. Окей, создали пустой, как бы пустой экземпляр класса, хотя мы могли туда уже напихать и здесь, и здесь каких-то атрибутов. Вызвали init, как полагается. Вот у нас init, который, собственно, занимается инициализацией, расписыванием экземпляра этого класса. А экземпляром класса 0Type у нас будет c, собственно, вот он. Вот после этого у нас получился класс c. Ну, давайте посмотрим, что будет, если мы скажем вот так вот. У нас там, надеюсь, вот. Скобочки поставили, вызвался метод call. В чем идея? Класс c девственно чист, в нем ничего нет. В нем есть только спецметоды, которые всегда приезжают в классе. Тем не менее, у нас есть аж раз, два, три, четыре места, где мы можем хорошенько со вкусом извратить логику создания класса в питоне. И никто этого не увидит, ну, скажем так, увидеть это можно, потому что можно оттащить тот метакласс, с помощью которого мы были созданы. Но, как это, никому это не помешает. Вся эта логика к моменту создания класса уже произошла. Все вот эти функции уже отработали. Вот в чем главное отличие от наследования. Тут кто-то в чатике спрашивал про наследование. Когда вы наследуетесь от класса и постоянно вызываете супер-супер-супер, все это, вот вся эта цепочка вызова суперов происходит в момент инстанциации вашего экземпляра. А здесь мы это сделали для создания класса. Все, теперь класс работает так. Теперь класс, когда мы с ним что-то делаем, начинает спамить вот этой диагностики. Вот. Вот такие дела. Значит, да-да. Во-первых, init вызывается из new, правильно? Нет, мы не знаем. Ну, new же мы за счет объект, а init просто так, что-то делает. init вызывается после new. А кто, откуда мы знаем, и из new он вызывается, или после? Понимаете, да? Есть некий класс. Да, вот представьте себе такую классическую, значит, я не знаю, там, вот выращивание какого-нибудь кибернетического организма, да, из ничего. Вот на сначала приезжает скелет, вот он здесь. Дальше, значит, это кладется в баночку, а там нарастает такое мясо. Дальше туда внедряется нервная система, обтягивается кожей. Это просто последовательность такая. Ну вот, слушайте, давайте чуть быстрее. Я понимаю, что тема сложненькая. Тут спрашивают, МРО здесь так же работает? МРО здесь так же работает, за исключением того, что все, что мы напихали в метакласс, естественно, из МРО не видать, потому что оно уже случилось. Это были, вот эти все штуки произошли в момент, когда мы создавали класс. Они к самому классу отношения больше не имеют. Вот. Ну так вот, итак. Вот этот именной параметр, который мы назвали парам, да, он никому не нужен, он нужен только нам. Мы его как-то интерпретируем, а, соответственно, type, от которого мы унаследовались, ему на этот парам начхать. Вот. New статический метод. Почему при этом можно писать, а можно не писать статик метод, я не знаю. Да? Припэ это класс метод, понятное дело, потому что он вот туда сразу кладут. Вот. Я попытался погуглить, можно ли вообще написать метакласс без наследования от type, и, похоже, нельзя. Тут есть ссылка на неработающий пример, который когда-то работал, но что-то произошло и перестал. То есть мы где-то находимся уже прямо вот bleeding edge, да, вот где-то в том месте развития языка, где прям вот сведения меняются и устаревают прямо сейчас. От type они не последуются? От type. Все. Мы же говорим, в этом месте заканчивается бесконечность. Слава богу. Ну вот, значит, примеры, как воспользоваться этими самыми метаклассами, чтобы что-нибудь такое сделать. Ну, давайте опять-таки попытаемся сделать это по шпаргалке, а не копипастой. Класс final, вот type, в котором мы перегрузим что? Мы перегрузим new. Мы перегрузим new. Вот. Dev new метод класс, дальше что там у нас, new name, parents, attributes, эти самые не будем передавать, нафига они нужны. Вот. И здесь мы что сделаем? Мы проверим, есть ли у нашего, пытаемся ли мы создать, это name, пытаемся ли мы создать класс, у которого есть родители. Если они есть, вырубаемся. Да? If parents. А, даже не так. If cls in parents, да? Что у нас тут? Сейчас, какой cls? Хо-хо-хо, ошибочка какая-то. Окей. А, for cls in parents, мы хотим, мы хотим увидеть, что он не унаследован. Да, понятно. Мы хотим узнать, что он, да, все, понятно. Значит, for cls in parents, if cls in, if cls, что там, is instance, чего, final? Вот, вот тогда race, какой-нибудь type error, но inheritance. Ну вот, а если нет, то все хорошо, и мы можем смело вызывать супер, супер. Что там, new? И кажется, поскольку это new, то надо выпихивать все. А, return еще. Что? А, return еще, да. Мы уже с этим, на эти грабли наступали. Да, да. Ну, кажется, все. Вот. Упс. Не сработало. А, да, что я туплю, конечно, конечно, конечно. Это же конструктор. Да, вот так вот. Вот. Причем, в каком бы порядке мы это ни делали, все равно, вот он будет, ну, короче, вот. Да, спасибо. Ну вот, время, еще есть три минуты. Давайте тогда еще синглитончик напишем. Вот. Синглитончик, это такой класс, у которого есть только одна instance. Вот вы порождаете очередной экземпляр класса, а это все равно один и тот же экземпляр. Вот. Понятное дело, что там у настоящих синглитонов есть еще правило, как удалять такого рода экземпляр. Может быть, если его 10 раз создали, его надо 10 раз удалять, там, ну, вот это все. Но мы, конечно, до этого доходить не будем, а просто перебьем метод call, который создает экземпляр класса, да. Так, класс singleton. Вот type, естественно. Вот. Что у нас там? Заведем ему поле, instance. Заведем ему, перебьем ему, собственно, call, который, call я сказал, который будет, который будет заводить класс и что там у них. Ну, а неважно, да, args. Вот. Теперь, instance. Теперь что сделаем? Теперь, если он non, if... Что там, класс, self. Это, кстати, self самый обычный, вы же понимаете. Инст, isn't. В общем, без разницы, конечно. Ну, хорошо. Да? Значит, если это inst из non, тогда мы заведем элементик каким-нибудь new, я думаю, или нет, да, new, new. А, нет, super call. Просто, значит, вообще не глядя, да? Мы же call перебиваем. Вот и хорошо. Значит, cls.inst равняется super call с этими параметрами. Вот, а иначе ничего, а иначе ничего, и return, cls.inst. Мне кажется, это все. Ну вот, смотрите, класс c, у меня это класс single. Ну, в общем, понятно. Да. Сначала prepare, потом new, мы это с вами видели. В целом, между ними разница такая, что prepare передается метакласс в качестве параметра. Вы можете с самим метаклассом что-то еще поделать при этом. Завести там поля, например. А нею каждый раз будет выдаваться. Ну, короче, дальше я не буду вам пытаться врать, потому что я вот в своей жизни все вот это использовал только на лекциях, конкретно на этой. Поэтому читайте документацию, выясняйте, входите ли вы в тот один процент людей, которым действительно надо этим пользоваться или не входите. Но, как видите, инструмент очень богатый. И, заканчивая эту тему, скажу, что есть несколько модулей в питоне, которые написаны с очень жесткой такой опорой на метаклассы. Это, в первую очередь, Enum и Abstract Base Classes. Вот эту статью можно почитать. Это вообще про то, как в этом стиле программировать на питоне. Вот Enum, они очень сильно извращают, очень сильно меняют логику работы с классовой моделью в питоне. Вот, в частности, за счет активного использования метаклассов каких-то таких штук. Вот, значит, это что касается первой нашей темы, которая была, черт, тем-то три, а не две, черт, ну ладно, которая была метаклассы. Вот, вторая, совершенно иная тема, это так называемая аннотация в питоне. Значит, аннотация, это, испрызывание, ну да, аннотация, это, фактически, мы питон превращаем в немножко другой язык, вот, хотя, как мы сейчас с вами увидим, в исходной форме аннотации абсолютно не, как это сказать, абсолютно неинтрузивные. Есть аннотация или нет аннотации, без дополнительных инструментов вы не увидите разницы. Значит, аннотация. Давайте опять же начнем сначала. В питоне есть прекрасная штука, называется DuckTyping, мы все ее очень любим, потому что можно очень быстро написать программу, которая делает все сразу, никаких объявлений типа, тебе вообще ничего делать не надо, имя завел, объект туда бросил и работает. Вот. Понятное дело, что это требует некоторой дисциплины программирования, но помилуйте меня, какая дисциплина программирования, когда мы решаем о задачке по лекции. Вот. Ну я читал код, нет там никакой дисциплины, как правило. Да, значит, я его писал, там тоже нет никакой дисциплины, вы не думайте, что я чем-то от вас в этом случае отличаюсь. Кто писал хорошую, большую, развейство, объектную модель на C++ или Java, но особенно на C++, тот помнит, какие страдания человек испытывает от того, что приходится на Java так вообще копипастой программировать, там с полиморфизмом хреновато, особенно в старом Java. А в C++ там очень много приходится прикладывать умственных усилий, чтобы удержать в голове все вот эти ваши гирлянды классов, в этот самый темплейты, вот эти, значит, метапрограммирования, всю вот эту, всю вот эту вот машинерию, потому что, всего лишь потому что, всей статической типизации. И поэтому на Питоне все это гораздо короче, гораздо читаемее, гораздо меньше шума, предназначенного исключительно для контроля качества, но никак не относящихся к семантике работы и так дальше. Домашние задания быстро решать на Питоне. Вот самые короткие решения, вот именно на Питоне, на язык программирования, за исключением, быть может, Хаскеля, на котором наши домашние задания были бы еще короче. А вот. И при этом продолжали оставаться читаемыми. А то, наверное, на перле можно было бы решить, да. Но главный недостаток интерпретируемых языков, а сейчас мы говорим скорее не про то, что Питон интерпретируемый, а про то, что Питон язык с динамической, неявной типизацией. Да. Типизация, напоминаю, в Питоне строгая. Вы не можете проделать над одним объектом такие действия, которые надо проделывать над другим, потому что все равно выльется в вызов метода этого объекта и стал быть этого типа. Строгая типизация в Питоне. Нет никаких подковерных преобразований. Но неявной и динамической. Поэтому большинство ошибок рантайм. Вам приехал объект, вы его попытались сложить с другим объектом, а они не складываются. Некоторые складываются, а некоторые нет. Нигде, кроме как в рантайме, это выяснить невозможно. Чем больше проект, тем больше шансов, что без какой-то жуткой дисциплины программирования, которая все-все-все выравнивает, особенно если в проекте много народу, вам будет очень тяжело в какой-то момент начинать взаимодействовать, потому что вы вот вызвали функцию. И там, в общем, подразумеваются какие-то параметры какого-то определенного типа. Откуда узнать, какого они типа? Никакое там и де, если вы сами не скажете, какого вы подразумеваете типа параметра функции, вам не подскажет это. И то же самое с полями объекта. Когда я говорил, что соотношение семантик синтаксис в Питоне хорошее, я при этом упускал такую штуку, что вы могли упереться, ну, например, в ситуацию, что функция чисто строковая. Вот строковая функция. Как рассказать пользователю, что она строковая? В документации написать. Такое себе. Вот. Как следствие, большие и сверхбольшие проекты на Питоне раньше не писали. Но потом придумали аннотации. Как выглядит аннотация? Аннотация выглядит так. Да это бы снова класс было, если бы кто не понял. Поле А, типа int. Поле В, типа, допустим, float, равное, раз, два, три, четыре, ну, вот к чему-то там равно. Метод init. Да что ж ты будешь делать? Метод init. Или давайте не init, а какой-нибудь self. И там какое-нибудь число нужно прибавлять, скажем, целое. c2.int. А возвращает он float. Ну и вот return. c плюс self.a плюс self.b. Уже немножко другой язык программирования, правда? Ну вот. А на самом деле неправда, потому что нет, ничего из этого, ничего из этого в действительности не важно. Вы как могли раньше туда передавать, что хотите, так и сейчас можете, смотрите. Тут написано c int, ну, мы можем c int, да? И c точка, что там, sum. Можем прибавить int. Че? А, мы его не определили, да, слушайте. Ну хорошо, давайте определим. Пожалуйста. Вот. Может, туда int передать, а может, и float передать, какая разница? Бога ради. Да? То есть, да. Именно. Это только, значит, хенты, то бишь аннотации, это только информационные, они в синтаксе самого языка программирования Python несут только информационную нагрузку, больше никакую. Придумали их довольно давно, несколько лет назад, ну, как бы, довольно давно. Но всегда расчет был на том, то, что кому надо, кто-то использует аннотацию. Где их добыть? Их добыть легко. Вот они. Обратите внимание на одну забавную вещь. Ну, это, разумеется, словарик. Да? У этого словарика есть, например, c. c, ну, не c, а, а. И обратите внимание на то, что у этого словарика в качестве значения лежит класс int. Это настоящий класс int, конечно. Ну, то есть я вот так вот могу написать. Вот. То есть там лежит прям тот самый тип, да? Вот тот самый int. Вот. Так обычно никто не делает, конечно. Вот. Но, 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 тем не менее, это вот равно оно. Ну вот, значит, та же самая история с нашим методом, который назывался, назывался сум, да? А где у него аннотации-то? А, может быть, надо не сюда ходить, а вот сюда, да? О, вот они. Вот. Обратите внимание, что у него есть аннотация к параметрам, аннотация к return. Поскольку return является ключевым словом, мы всегда точно знаем, что если написано return, то, ну, вот видите, да, он является ключевым словом, он не может быть именем-именем. Ну вот, так что return это return. Вот, смотрите, такая штука. Единственное, что с некоторых пор тут есть одна интересная особенность, про которую я сейчас расскажу. С некоторых пор рекомендуется аннотации не непосредственно к полю аннотейшн сходить, а делать так вот. Import Inspect и говорить inspect, да, inspect, я сказал. Да, inspect, я сказал, ну, вот. Вот, get annotations от того же, допустим, c. Или c.sum. вот, на сегодняшний день разницы никакой, но вот в этом тексте, который я рекомендую прочесть для того, чтобы научиться пользоваться аннотациями, вот в этом тексте, да, там с этого прямо начинается. Вот, пожалуйста, inspect, get annotations. Вот. Понятно, для чего все это может быть нужно. Для введения некоторой дисциплины программирования, например, для того, чтобы ваш IDE, ваш этот P-charm, не к столу будет сказано, заглядывал в функцию, говорил, слушайте, а тут вот у вас целочисленный параметр, а вы что пишете? Или вот эта функция возвращает целое число, а ваши переменные вещественные. Хотите это или не хотите. Вот. Хелпи аннотацию? Ну, давайте посмотрим, но мне кажется, что одно к другому отношение не имеет ровно никакого. Ну, смотрите, ну, это же легко проверить. Нет там никакого? Есть. А, ну, смотрите, вот, эта аннотация, разумеется, есть. Да? Более того, давайте уж тогда все почитаем. Вот как она туда приезжает. В некоторых случаях ее можно туда вковырять, потому что мы знаем, как она была изначально. А в некоторых случаях нельзя, и тогда будет вот так. У класса аннотация. А в остальном вы правы, действительно, в Хелпи есть аннотация, а я соврал. Ну, смотрите, как удобно. Это еще удобнее. Вся техническая документация немедленно, оказывается, коммуницирует читателю тип данных. Только синтаксического шума стало. Ну, как не шума, синтаксическое отношение семантики к синтаксу стало чуть более шумным. Значит, аннотации не занимаются никакой проверкой типа. Мы уже видели это. Что бы мы ни написали в аннотации, все равно будет работать. Смотрите. Что? 2000 там лишнее, да? Вот это. А, все наоборот. Это я прям по-паскалевски как-то пишу. Я проверял домашние задания по-паскалю только что. Нет, потому что это должно решиться. Можете строчку написать. Да, это я сейчас расскажу. Там есть одно извращение, мелкое. Да, спасибо. О. Да. И так работает. И так работает, никто вам словом не скажет. это только аннотация. Вот кому надо, тот проверит. Вот. Значит, про мелкое извращение как раз расскажу. Смотрите картину. Предположим, мы хотим определить класс, которому есть метод копии, который возвращает экземпляр этого класса. С помощью функции дипкопии. Все хорошо, за исключением того, что вот в этом месте мы указываем класс, которого на имспейсе еще нету. Если мы сейчас это закопипастим в нашу командную строку, нам дадут полбу. Совершенно очевидно, к этому моменту слово виджет не определено. не определено. Что делать? Как делать отложенные аннотации на то, что когда-нибудь появится в нашем имспейсе? Плохая идея, не так, идея хорошая, хорошей реализации у нее нету, потому что хорошо бы, чтобы прямо в этом месте, прямо в этом объекте, прямо был вот этот тип виджет, потому что именно на него мы потом будем проверять. есть костыль. Этот костыль обсуждается с питона 3.6 еще, по-моему, то есть с какого-нибудь там 18-го что ли года. Соответствующий ПЕП есть ссылка здесь вот в лекциях. Костыль состоит в том, что в действительности вы можете сюда написать вообще что угодно. Никто не проверяет, что там справа стоит в аннотациях, лишь бы оно было. Это абсолютно бессмысленно, то, что мы сейчас сделали, но мы же сейчас занимаемся коммуникацией семантики, она не может быть отражена в синтаксе, это гибкость, ну, понятно, невозможно предусмотреть все возможные варианты вот этой коммуникации семантики. Вот. Нет, точка копия. Вот. Бредясин. Но эту бредясину можно поставить себе, поставить на службу человечеству, если вписать здесь вписать здесь строку, а здесь ему сказать евал стр равняется true. И тогда все будет хорошо за одним небольшим исключением. Нельзя ли сначала создать класс, потом добавить у метода с аннотацией? Можно, конечно. Аннотация у методов, а не у класса. Разумеется, можно. За одним маленьким исключением, ну, кто догадается, какое маленькое исключение тут имеется в виду, и почему эту штуку с 18-го года жуют и никак не примут в качестве основной. Правильно. Это действительно евал. То есть, если вот тут вот написать, извините, ну, что-нибудь... Да, 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 понимаете? Сейчас что-нибудь такое хитрое сделаем. Сейчас, 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 вот. Нормально, мне кажется. Мне кажется, нормально. Идея стоит в... Смотрите, все хорошо. Только код выполнился. А тут все хорошо, тут все как надо. Вот. Ну, евал, короче. Это динамическое изменение семантики. Это, нет, вообще-то в питоне всегда динамическое изменение семантики. Ну, правда, определили перемену с правильным типом, по одному сработал алгоритм, определили с другим типом, по-другому. Да, в случае статической типизации, и тем более интерпретации, всегда будет динамическое изменение семантики. Смиритесь с этим. Вот. Поэтому этот пеп, в общем, все еще никак не приняли. Его можно включить, и тогда все аннотации сразу будут строковыми. Вот если включить... Знаете такую фишку в питоне? Импорт из будущего. From future. Импорт что-нибудь. И у вас питон начинает работать не так, как сейчас, а так, как планируется. Ну, вот это планируется уже 4 года. Как? Скоро 5-й будет уже год. Как это планируется? И люди, конечно, с этим евалом побороться никак не могут. Вот. Я вангую, это, правда, такое не очень высокопроцентное вангование, что в конце концов они поборются, потому что в питоне поменялся парсер, и теперь для вот этой штуки можно свой собственный синтаксис изобрести, который не надо евалить, который будет не императивный, а декларативный, чтобы не надо было выполнять куски кода. Но, тем не менее, можно было делать отложную аннотацию. Но это прям требует такого четкого исследования, если кто-то из вас считает себя, значит, способным на такое исследование, вперед, потому что это вот проблема, да? Делать или не делать евал. Ну вот. Интересная штука состоит в том, чтобы в аннотациях описывать что-то типа список целых. Вот. Для этого придумали специальный модуль тайпинг, он жутко огромный. Но потом решили, что часть надо вставить в синтаксис питона, и вы можете написать вот так, вы можете написать, вот прям как здесь написано, L равняется, L двоеточие лист от инта, ну и там, не знаю, раз, два, три, четыре, пять. Как обычно, одно к другому не имеет никакого отношения, вы могли тут написать вот так вот, и никто бы не обиделся, но обиделся бы тот, кто читал аннотацию, разумеется. Вот. Давайте этот самый inspect get annotations от L посмотрим. Это было слово inspect от L. Че? А, да, у переменных аннотаций по-другому хранятся, зараза такая. Ну ладно, неважно, давайте глазками, господи. Можно и глазками заглянуть. Аннотация-то есть у нее? Ой, нету. Что я сделал, не так? А, господи, все. Знаете, где хранятся аннотации от переменных? В модуле или в классе, да. Короче, main annotations. Вот. Сейчас. Ну, короче, даже не так. Давайте тогда где-то annotations. Main. Вот. Нет? Ну ладно, бог с ними. Короче, они вот тут лежат. Просто я сейчас наизусть не помню, как посмотреть аннотации самого себя. Вот. Все четко. List int. Для этого специально определили класс метод у типа list, класс метод getItem. Не было его раньше. А теперь есть такой специальный метод у типа list, не у объекта list, а у типа list есть метод getItem, который вот, собственно, этим и занимается. Создает вот такую штуку. Что это за штука? Ну, давайте посмотрим. Да. Паразит. Какой-то дженери коляс. То есть некоторые... Ну, хорошо. А что из него можно вынуть? Сейчас, 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 сейчас. Давайте споргалку подсмотрим. А, arcs, естественно. О! Вот этот класс int. То есть мы говорим, что это список, и у него элементы типа int. Этот все можно распарсить, и соответствующим образом, например, ввести контроль типа в вашем проекте. Вот. Довольно забавный такой вот синтаксис, который позволяет описать что угодно. Модуль typing, он огромный, как я уже говорил. В нем есть всякие штуки, например, тип any. Вы можете указать, что данный параметр любого типа. То есть он типизированный, но любого типа. Вот. Или что он просто коллабл. Или еще какую-нибудь такую хрень. То есть вот в этом модуле typing, там typing. В нем очень много инструментов по типизации всего, что шевелится. Смотрите, какое количество пепов в него входит. Из полезного. Есть модуль collections ABC, именно так он называется, в котором вы можете... В котором определены некоторые волшебные объекты, классы. Экземплярами которых являются как бы стандартные классы. Давайте покажу на примере. Import collections.abc. Так вот, вы можете проверить, например, вот у нас есть, допустим, ну не знаю, как проверить, что нечто является последовательностью. Последовательностью. Ну, допустим, список. Можно сказать, из instance, из collections.abc.sequence. И при этом вы можете сюда вставить любую последовательность, а для непоследовательности он будет ругаться. Вот, интересно, а я себе range скажу. Должен сказать, что... Должен сказать, что это последовательность. У него есть getItem. Да. А вот если я, допустим, это был sequence. А если я, допустим, ему скажу вычислимую последовательность, да? Вот, да? То есть... Ну, а если, например, скажем не sequence, а скажем iterable, то есть последовательность, по которой можно пройти, то это тоже будет трудно. Короче, вот. Да, то есть довольно развесистая вот этот collections.abc. Развесистая коллекция таких классов, с которыми можно вот так сравнивать. Удобно же. Все это произошло вот примерно в те же поры, когда придумали хинты. Тут какая-то часть питонщиков, которые не настоящие питонщики, а, видимо, в душе то ли джависты, то ли сиприсплющники, вошла во вкус. И они начали придумывать. Специальный тип для функций, но return, который не возвращают return. А если возвращают, то, значит, какие-то юнионы. Final, вот который мы с вами сегодня определяли. Джейнерики. Джейнерики для питона придумали. Придумали настоящую перегрузку функций. Смотрите сюда. Помните, мы говорили, что в питоне нет перегрузки функций? Теперь есть. Ну, да. Именно поэтому я сюда вас привел. Вот все остальное в тайпинге я вам не показываю. Сейчас покажу, насколько это здоровенный модуль, чтобы вы понимали. А вот перегрузки функций показываю. Он большой. А вот перегрузки функций показывают. Действительно, вы можете сделать что? Вы можете определить функцию, которая отличается по этим самым сигнатурам, по нотациям параметров с одним и тем же именем и в различном месте вставить, соответственно, разный код. Понятное дело, что это абсолютно так же делалось, как если бы просто взяли args, проверили его и сделали там вот этот самый оператор, который матч-кейс, который мы все еще не посмотрели, но в следующий раз посмотрим, я надеюсь. Или через раз. Но так удобнее, особенно у кого мозги на си плюс-плюсе думают. Да. Ну, удобно, удобно, да. Особенно, особенно это удобно, если вот этот ваш процесс не является, как в питоне, функцией, именованным алгоритмом. В питоне функция это именованный алгоритм. А является функцией в таком более строгом смысле слова, которая втягивает данные определенного типа и возвращает данные другого типа. В этом случае вполне возможно между вот этим процессом, вот этим процессом, вот этим процессом не будет никакой, ничего общего. И вот тогда точно действительно удобно использовать оверлот. Но тут есть особые правила. Например, у вас должен быть еще не оверложенный, не оверложенный этот самый процесс обязательно. Ну, в общем, почитайте. Но, тем не менее, оно существует, да. В случае, когда питон обращается к коннотациям. Да, но это не питон. Это модуль такой. В том смысле, что в синтаксе этого нету. А так-то вы можете что угодно написать. Ну, в оверлот происходит обращение к коннотациям. Да, в оверлот происходит обращение к коннотациям, причем такое хитрое, что, видите, можно, кстати, попробовать посмотреть, какой он генерит байт-код. Просто почитать, что там где, что там с пространством умен при этом происходит. Это же интересно. Наверняка, ведь на самом-то деле функция в оверлот одна. Просто он что-то с ней такое делает. Вот, короче, вот, интересно. Вот. И тут у нас остается как раз минут десять, я бы предпочел, чтобы чуть больше, но да ладно, на одну интересную историю. Гвид ван Россу, создатель из-за капитона, проработал свою жизнь во всех крупных корпорациях мира, кажется. Вот. И не очень крупных. И сейчас он работает в Микрософте. А знаете, чем он занимается в Микрософте? В Микрософте он занимается конкретно проектом MyPy, который представляет собой, знаете, что? Инструмент статической типизации для питона. Статической типизации. То есть, это инструмент, который делает аннотации обязательными. При нем есть инструмент проверки, который проверяет соответствие аннотаций тем данным, которые вы используете. Питон на деньги Микрософта довольно активно развивается в эту сторону. Сейчас покажу, что произошло, скажем, в питоне 3.11 на эту тему. Варианник дженерикс. Ну, вы понимаете, да? То есть, вот, я уже, как бы, мне уже не хватает знаний на то, чтобы понять, что они там делают. Ну, ладно, мне не хватает, это не страшно. Часто так бывает, но тем не менее. Тип селфа. Ну, короче. И много-много-много-много-много вот такого, всякого интересного. Да, вот это в 3.11 было сделано, вот это все. Вот. Значит, ради чего все это происходит? Давайте еще раз подумаем. Зачем нужны аннотации? В первую очередь, для поддержки дисциплин программирования и для развития больших, сверхбольших и долго живущих, короче, проектов, в которых как можно больше информации надо запихать прямо в код. Для написания достаточно, ну, скажем так, более надежного кода. Да? Как можно больше проверок запихать в проверятель. Для включения в синтекс языка прагматики, то есть описания того, что функция, в принципе, может быть, работать так, сяко, по-другому, но мы ее используем только так. А еще, наверное, если вы полностью статически типизировали ваш код, его можно и скомпилировать, вообще-то. Его больше не надо интерпретировать. Ну, за очень какими-то пограничными ситуациями. Вот. Давайте... Мало времени. Ну, давайте, что ли, скопипастим тогда. Жалко. Жалко, что мало времени, но мне нужно время еще на следующий пример, так что вот. Давайте скопипастим. Вот, значит, некий кусочек кода, который отлично работает, все у нас хорошо. А, не так. А тут уже что-то есть. Это какой-то предыдущий кусочек кода. Так, а еще мы хотим, хотим синтаксис. Нет. Нет. Как же там был-то? А, call-схем. Какой-то дефолт там. Тут я забыл переустроить. Вот. Значит, ну вот, значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть некоторый совершенно обессмысленный набор аннотаций. Видите, тут написано, что функция возвращает строку. Тут написано, что у нее параметр int. Ну, короче, вот такая бредятельность. Да? И эта программа работает. Если ее сейчас запустить... Давайте тогда вот так вот. Вот. Если ее сейчас запустить... Минус i. Вот она вся отработала. Что тебе не нравится? А, не в ту сторону. Минус i. Вот она отработала. Да? Все эти вары у нас тут. Вон они все. Да? Все-все-все-все-все-все как надо проработало. Хотя с точки зрения аннотации написано полный чушь. Пробуем. Для этого что нужно сделать? Для этого нужно сказать pip install mypy. А mypy у меня покажется даже есть. Ну-ка. Mypy. Да, есть. Вот точка py. Пробуем эту программу. Вот он говорит. Вот ошибка. Вы тут складываете вообще-то число со строкой. Вот ошибка. И вот ошибка. Ошибка. С точки зрения статической типизации. А бывает и хуже. Когда он говорит, слушайте, там... Что? Что такое работает? Фиг знает. Возможно, он все-таки строит сначала синтаксическое дерево, а потом обратно. Там есть даже такая штука, называется mypy demon. А, это у нового mypy, у старого еще нет. А, нет, есть, вот он. Который все время присутствует в памяти, кэширует все исходные коды и работает быстрее за счет этого. За начи с синтаксического разбора питона до статических типов, она не такая простая. Так что, да, он работает долговато. Ну вот, как видите, есть два режима. В одном из них нашлось три ошибки, а в другом 15. Но дело даже не в этом, а в том, что вы можете это прям, смотрите, вы можете это прям встроить в примерялку. Ну давай, давай, действительно как-то долго. И он прям будет показывать вам ошибки. Он говорит, вот ошибка, видите, вы к hint прибавляете строку. Вот ошибка, возвращаете int, а нужно было... Вот, возвращаете int, а нужно было... Ну, короче, вот. А тут прям, говорит, смотрите, вы вызвали с неправильными параметрами, потому что эта функция у нее... У нее str, возвращаемый параметр, а тут var. Var у нас int. Короче, вот, статическая типизация. Да, соответственно, было бы у меня время, я бы сейчас все это причесал, но поскольку это абсолютно бессмысленная функция, то мы и не будем ими заниматься. Вот. Давайте мы лучше вот что сделаем. Давайте мы напишем на статическом питоне, на майпай, абсолютно идиотскую, неправильную. Да, ну, я уже говорил, есть два самых классических примера рекурсии, да, когда людям объясняют рекурсию, обычно им рассказывают, когда объясняют рекурсию, приводят два примера, либо факториал рекурсивный, либо число Фибоначчи фикурсивный. Значит, пример рекурсивного факториала, он плохой, потому что это просто замена рекурсии циклом, так делать нельзя. А пример вот этот вот, который перед вами, рекурсивную реализацию функции Фибоначчи, он отвратительный, потому что мало того, что это замена рекурсии циклом, так это еще и не циклом, да, вот сложность вычислительной вот такого алгоритма, когда у вас каждый рекурсивный вызов приводит к еще двум рекурсивным вызовам, да, ну, такое себе, и еще по 10 раз вычисляете одно и то же, ну, вернее, n раз вычисляете одно и то же. Очень плохой алгоритм. Но зато можно его, обратите внимание на красивые, значит, эти самые аннотации, вот здесь у нас int возвращает int, все, все, все по-человечески. И теперь, значит, давайте мы его таймит. Сейчас, нет, давайте посмотрим, что там написано. Померяем, как оно работает, с какой скоростью. Я вангую, что будет не очень быстро работать, но, да. Что он вычисляет n-ое число Фибоначчи, да? Да, он вычисляет n-ое число Фибоначчи. Значит, поэтому 3-m таймит минус n-сетап нам не нужен, значит, сразу c. А, нет, сетап нужен, конечно. From fib, import fib. Это сетап, это подготовительный код, время которого не измеряется. А вот это, соответственно, ну, скажем, нет, print не будем писать, потому что он их много раз запустит. Fib от, ну, скажем, 100. Минус c, да. А можно, кажется, не обязательно? Да, не обязательно. Да, вот он вычисляет сотое, сотое, сотое число Фибоначчи. Как-то, может быть, а что я сделал не так? Он же должен, да, он все так, ну, давайте, может, минус c, ему все-таки сказать. Хорошо, десятое. А, точно, там в примере-то оно тридцатая. Все, вы правы, сотое число Фибоначчи оно будет очень долго вычислять, действительно. Вот, значит, он умудрился запустить, он умудрился запустить 20 тысяч раз этот код. Давайте мы лучше 20 запустим. Вот, сто раз. Этот код, хорошо, 25. Вот, значит, таймит работает так, питоновский. Он в течение определенного времени запускает наш вот этот код столько раз, ну, сколько он успеет. Вот он успел за эти, за это время, за одну секунду или за полсекунды, я забыл, запустить 10 раз примерно по 24 миллисекунды на каждый запуск. Вот. Довольно удобная стресс-нагрузка, то есть вот в определенное время этот код должен выполниться столько раз, сколько успеет. Вот он успел выполниться 10 раз. Да, от 20 до 100 раз. Вот. Теперь настало время черной магии, которая удивительным образом совершенно не документирована. То есть вы не найдете, вот по демону, который д-мпы, вы найдете в документацию по Майпай информацию. А по вот такой штуке вы не найдете документацию в Майпай, информацию в документации Майпай. Хотя сам модуль Майпай, сейчас покажу. Сначала покажу, что происходит, потом покажу, что, да, значит, что там у нас, FIP, да. Видите, вот это. Как вы думаете, что сейчас произошло? Мы скомпилировали, сделали из него модуль на C, вот, скомпилировали его. И теперь можно его загружать. Вот если я сейчас скажу импорт FIP, он прочтет вот это. Вот, 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 сейчас. Где тут? Во! Так, ну что, пробуем запустить вот этот. 200. Помните, сколько было в прошлый раз? 10. Далеко не каждая программа на питоне после вот такой компиляции начинает работать в 25 раз быстрее. В 20, да? Я скажу так, вычислительные почти не убыстряются. Но здесь же у нас это вот вся вот это вот бесконечное порождение контекстов этих самых, ну, функций вызова. Это же рекурсия, причем дурацкая рекурсия. Все вот это вот на питоне же, целый Namespace сделать. Потом Namespace убить, потом опять Namespace сделать. А это все у нас теперь на C. И, разумеется, это вот в 20 раз быстрее работает. Такая вот интересная история с этим мы пытаемся. И главное, что я хотел показать и на этом, видимо, закончить, сейчас посмотрю. Думай. Вот. Главное, что я хотел... Ой, нет, а у нас он распакованный. Ха-ха-ха. А у нас он распакованный. А сейчас он уже распространяется нераспакованным. Смотрите. Это я последнее сделал и просто хотел показать. Сейчас. Python 3, минус 3, я сказал. Минус mvenv в, ну, скажем, tmp, myp. Это я просто не хочу ставить себе в хост-систему прямо вот. Ну, не в хост-систему, себе в... Да, мы сейчас сделаем венv и там с ним будем работать. tmp, vp, 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 vp. vp, 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 vp. Да. Вот он. Да. И вот теперь давайте попробуем. Кстати, может быть, не так. Может быть, я соврал вам всем. И все это будет... О! Видите вот это? Сам mypai приезжает в пакете с mypai, скомпилированный самим собой. Кстати, сказать ответ на вопрос, почему так медленно. Не исключено, что этот mypai будет работать существенно быстрее. Надо посмотреть, кто мантейнер нашего mypai. Ой, ну вот. Сейчас. Последнее, извините. Это я посмотрю, и на этом мы закончим. Надо посмотреть, кто мантейнер нашего mypai. В их тему претензия. Вообще-то октябрь 22-го года. Ну, пока, короче, с ним поговорю. Ну вот. Давайте посмотрим, не забыл ли я чего. Ничего я не забыл. Домашнего задания мало. Значит, да, я обещал в самом начале лекции, обещал, что сегодня будет вранье. Вот, наконец-то, настало время вранья. Я обещал, что сегодня домашнее задание будет последним. Нет. Ну, вернее, не так. Я схитрю. Это последнее домашнее задание разделится на две части. Часть будет сегодня. Я не думаю, что будет больше двух задач, может быть, даже одна всего. Отчасть я все-таки хочу перетащить на одну из следующих лекций, просто ради того, чтобы полезные штуки, о которых мы будем говорить в следующий или через раз, вы пощупали ручками. Вот в этом вранье. Значит, задания пока нету. Я буду с ним тупить, потому что я хочу, чтобы оно было качественное на вот это все. Если есть вопросы, задавайте, а то мы уже с вами шесть минут как лишку. Что? Громче? Можно? Можно, а почему нет? А какая разница? А, ну, можно, конечно. Ну, слушайте, знаете, как он выглядит, если уж на то пошло, этот майпай, да? Вот и все. Ну, короче, это просто типично, это вот классическая обмазка, когда вы делаете колесо, это классическая обмазка вокруг скрипта. Вот это вот его, вот этот самый, его entry. Вот. Соответственно, конечно, можно. Еще вопрос? Ага, ну вот, в общем, если мне, если звезды сложатся в правильную конфигурацию домашки, в домашке будет всего две задачки на первую и на вторую тему. Ну, вот, и в следующий раз у нас тогда, тут я еще не решил окончательно, в принципе, у нас есть хорошая годная тема, которую, которая занимает целую лекцию. Это называется асинг в акции. И она занимает целую лекцию, потому что асинг – это прям целое направление. Я напоминаю, что мы с вами выходим потихонечку за, подбираемся к границам того, где заканчивается синтаксис питона, и эти границы внезапно оказываются огромными. Да, вот, допустим, то, что мы сегодня делали, это, похоже, задумка на большие, сверхбольшие проекты. Асинг – это то, на чем сейчас все пишут, всякие веб-сервисы и все остальное. Все на этом пишут. А мы одним глазком в течение лекции на это поглядим. Все, вопросов больше нету. Народ, народ тут спрашивает, что во что компилируется, бог бы с ним. Ну, в общем, все. Давайте.